В программе на спорте обычно мы говорим про секции в муниципальных спортивных школах Дальневосточной столицы. Мы пробовали стендовую стрельбу, тяжелую атлетику, баскетбол и другие виды спорта. А в День молодежи попробовать все это удалось и жителям города. Все благодаря фестивалю «Вместе со спортом», которое организовало Управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока на Центральной площади в честь праздника. Владивосток в этом году стал молодежной столицей. Ну и, конечно же, любая молодежь ассоциируется со спортом. Они все увлекаются, занимаются спортом. Я думаю, что в городе Владивостоке таких ребят, мальчишек, девчонок очень много. Ну и поэтому в городе Владивостоке принято решение было именно спортивный фестиваль сделать на главной площади города Владивостока. На фестивале собрали самые захватывающие и уникальные виды спорта, которые были бы интересны представителям приморской молодежи. В секции «Иду на рекорд» можно было поставить рекорд в рыбке гири, подтягивании, упражнениях на пресс, отжиманиях, прыжках в длину. А также можно было выиграть денежные призы в баскетболе 3 на 3. Это новый олимпийский вид спорта «Брейкданс». На сегодняшний день проходит на самой главной сцене. Скалолазание – это тем, чем увлекается на сегодняшний день молодежь. Конечно же, площадка олимпийского вида спорта «Стритбол», в котором соревнуются три категории ребят. Это ребята, конечно, помладше до 18 лет, но есть категория, те, которые себя чувствуют до сих пор молодыми и играют в этом виде спорта каждый день. Конечно же, многоборье ГТО – новый развивающийся вид спорта, где представлены одни из самых сильных людей не только города Владивостока, но и в целом Приморского края. Ну а площадка ТИР – это возможность, уникальная возможность попробовать себя именно в спортивном оружии. Это и биатлонные винтовки, это пневматика, это стрельба из лука, это, конечно же, метание ножей. Праздник посетили около 60 тысяч человек. Это были не только жители города, но и гости дальневосточной столицы. Всех впечатлило такое большое внимание спорту – важной сферы жизни владивостокской молодежи. Нравится, что уделяется время спорту у вас. Много разных, я так понимаю, здесь соревнований. Я сам из Ростова-на-Дону, приехал здесь случайно, путешествую. Очень все вообще круто и приятно, что здесь так все проводится. Могут жители Владивостока прийти, поучаствовать в разных мероприятиях, познакомиться, открыть свои новые таланты и дальше развиваться в этих сферах. Мне очень нравится, очень масштабно и очень все хорошо сделано, организовано. И нравится, что охрана здесь прям следит серьезно за всеми. Обожаем ваш Владивосток. Мы из Норильска, из Крайнего Севера. Была у спортивного фестиваля и творческая составляющая. В течение практически всего дня на сцене проходил Брейкинг Фест 2024 и выступления различных артистов, кульминацией которых стали хедлайнеры фестиваля, группы «Интонация». Диана Иванова, Денис Фадеев. Будьте на спорте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова